Дорогие друзья, сегодня хочу рассказать о работе по сохранению объектов историко-культурного наследия города Саратова и Саратской области, но в первую очередь остановлюсь на доме Александровского. Учитывая, что дом Александровского был ранее передан московской структуре, и ему оказывать помощь за счет средств бюджета было невозможно, а мы такую работу по отношению к 21 объекту провели и заказали проект в медную документацию, а сейчас со своей стороны уже по этим объектам подготовил обращение Министерство культуры, и надеюсь, что часть этих объектов нам удастся включить в перечень на финансирование за счет именно бюджета федерального, то, что касается дома Александровского, это было сделать невозможно, потому что он стал собственностью Дом РФ федеральной структуры. В этой связи можно было лишь его выкупать, что и было сделано благотворительным фондом. Следующий шаг – это взятие под охрану этого здания. Как только договорные отношения будут подписаны, это будет незамедлительно сделано. Затем необходимо будет заказать проектную документацию на реставрацию. Сейчас ведем переговоры с одной из московских проектных организаций, которая уже работает в этом направлении, и по отзывам наших региональных специалистов, те, кто знает этот рынок, они оценивают их достаточно положительно. Как только будет подготовлена документация, мы стараемся это сделать к началу следующего года, незамедлительно будут начаты работы по реставрации, сохранению этого дома. Время прошло много, дом стоял открытый ветрам и дождям, понятно, что все это нанесло серьезный ущерб этому памятнику. Но я надеюсь, что у нас все получится, и затем вернемся еще к этому разговору. Но сегодня хотел бы сразу сказать, чтобы не было никаких кривотолков. В планах это здание использовать под картинную галерею для того, чтобы начинающие художники, молодые художники имели возможность организовывать выставки и разместить в этом здании художественную школу для ребят из малобеспечных семей, детей-сирот в рамках предуниверсария лицея интерната 64. Учитывая, что там есть одно из направлений, связанное с культурой, считаю, что возможно было бы в этом замечательном здании, которое некогда украшало город своим внешним видом, вернув этот облик, проведя необходимую работу с тем, чтобы там не было никаких палочек после того же противотуберкулезного диспансера. Вот такие планы. Что касается восстановления, первое средство, которое необходимо на проектирование, это будут мои личные средства, в рамках обладательного проекта профинансируем документацию по реставрации этого здания, но затем начнем измедлительно работать.